Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иначе, как будучи мусульманами Вот те, которые уверовали Бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово Аллах исправит ваше положение И простит вам ваши грехи Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику Преуспеет огромным преуспеянием Вот те, которые уверовали Всевышний Аллах Субханаху и Та'Аля Знает каждого раба Знает его по имени Знает о нем С какого он рода Какого он пола Он знает Его слабые места И сильные места Всевышний знает о человеке все Он знает о нем то, что он о себе не знает Всевышний Аллах знает человека жизнь Что будет после его смерти Что будет, когда он умрет Как он воскреснет И куда он попадет Всевышний знал это до появления человека И поэтому знание Всевышнего Аллаха Субханаху и Та'Аля Является абсолютным Всевышний Аллах Субханаху и Та'Аля Знает обо всем До его появления Всевышний Аллах говорит в Коране Всевышний Аллах говорит Поминайте меня И я упомяну вас Благодарите меня И не будьте неблагодарными Эти слова Всевышнего Аллаха Субханаху и Та'Аля Это напоминание каждому из нас О том, что человек должен часто поминать Всевышнего Аллаха Настолько часто Насколько часто он желает, чтобы Всевышний Аллах Поминал своего раба В лучших местах Если человек поминает Аллаха Или напоминает об Аллахе В каком-то окружении Всевышний Аллах Упоминает этого раба по имени В окружении лучше, чем Окружение этого человека А в окружении ангелов Окружение ангелов Услышав о том, что Всевышний Аллах Упомянул этого человека Тут же говорят О Аллах, помилуй его О Аллах, прости его Это лучшее собрание Или лучшее Лучшее творение Аллаха Которое могло бы услышать Когда поминают раба Аллаха Всевышний Аллах Субханаху ата'аля Побуждает к поминанию Всевышнего Аллаха Всевышний Аллах говорит Упоминая верующего в Коране Удивительное положение верующего Аллах говорит Те, которые поминают Аллаха Стоя, сидя на своих боках Поминают означает Они рассуждают о творении и милости Аллаха Вспоминают Аллаха Когда они смотрят на чудеса творения земли Они вспоминают Аллаха Когда они смотрят на красоту своих детей Когда они смотрят на себя в зеркало Когда они видят чудеса красоты творения Аллаха Они тут же вспоминают Аллаха Вспоминая Аллаха Восхваляют Его Всевышний Аллах говорит В продолжении аята Они говорят О Аллах Ты не создал это попросту О Аллах, без сомнения Все, что мы видим Это не создано попросту Оно создано для определенной цели И для милости И как милость для нас, для людей Поминав Всевышнего Аллаха Всевышний Аллах говорит Они просят у Аллаха Прощения И просят у Аллаха Защиты от наказания Они говорят Раббана ма халактаха за баатиля О Аллах Ты не создал это попросту Субханак О Аллах Как же ты свят и как же ты причист О Аллах Спаси же нас от наказания Наказание ада Наказание огня В одном священном хадисе Посланник Аллаха Салаллаху алейхи вассалям Сообщил Что Всевышний Аллах Сказал Я таков Как думает обо мне Мой раб И я нахожусь с ним Если он Поминает меня Если же он Поминает меня Про себя То я поминаю Его про себя Если же он Поминает меня В окружении В обществе То я поминаю Его В лучшем Обществе И если мой раб Приблизится Ко мне На пять Я приближусь К нему На локоть Если он Приблизится Ко мне На локоть Я приближусь К нему Больше этого Если же он Ко мне Сделает шаг То я Побегу К нему Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля Описывает В этом Хадисе Своё Взаимоотношение С рабом Который Поминает Аллаха И который Помнит Об Аллахе Всегда Всевышний Аллах Говорит Я таков Как думает Обо мне Мой раб Если Аллах В твоём Сердце В твоём Сознании Великий Величайший Могущественный Сильный Прощающий Милостливый Дарующий Защищающий Если он В твоём Сердце Таков Тогда он Будет Таким Для тебя Если Только Он В твоём Сознании В твоём Сердце Является Таковым Всевышний Аллах Говорит Я буду Для него Таким Каким Я для него Являюсь Или как Он думает Обо мне Какой Я И поэтому Поминая Всевышнего Аллаха Рассуждая О его Знамениях Верующий Всегда Говорит О Аллах Это указывает На твоё Величие О Аллах Насколько Ты Великий О Аллах Насколько Ты Щедрый О Аллах Насколько Ты Мудр И Аллах По отношению К этому Рабу Становится Именно Таковым Если Он Просит У Аллаха Что-либо Аллах Тут же Отвечает Ему Аллах Говорит Если Он Помянет Меня И Будет Поминать Меня Вспомнит Обо Мне И Будет Восхвалять Меня То я Рядом Аллах Говорит Я Слышу И Вижу Если Он Помянет Меня Про Себя В Своем Сердце И Он Не Произнесет Это Даже Словами Аллах Говорит Я Его Упомяну У себя Про Себя Если Аллах Говорит Он Помянет Меня В слух В Каком То Окружении То Я Упомяну Его В окружении Лучше Его Окружения Мы Когда Находимся Вместе Неважно По работе Дома Либо На отдыхе Напоминать Друг Друг Об Аллахе Это Важность И Лучше Наставление Друг Друг Рассуждение О Милости Аллаха О Его Щедрости Либо Если Кто-либо Позабыл Аллаха Он Ему Напоминает Об Аллахе Он Его Наставляет Он Удерживает Его От Порицаемого И Побуждает Его К Одобряемому То Всевышний Аллах Субханаху Ва Та'аля Этого Человека Вспомнит И Упомянет В окружении Лучшего Это окружение Ангелов Праведников И Поэтому Аллах Субханаху Ва Та'аля Говорит Если Он Приблизится Ко Мне На Пять Пять Это Вот Расстояние Пять Аллах Говорит Я Приближусь К Нему На Локоть Аллах Субханаху Ва Та'аля Желает К Тебе Милости Больше Чем Ты Сам Для Себя Ведь Он Быстр В Ответе На Твою Молитву Он Ближе К Тебе Когда Ты Приближаешься К Нему Или Желаешь Ищешь Пути Приближения К Нему Если Аллах Говорит Он Приблизится Ко Мне На Локоть Я Приближусь К Нему Больше Этого Если же Он Пойдет Ко Мне Шагом Сделает Ко Мне Один Шаг Я Побегу К Нему Вы Не Найдете Более Щедрого Более Милостливого Более Заботливого Нежели Аллаха Субханаху Ва Тааля К Вам Вы Сами Не Являетесь Для Себя Таковыми Но Он Заботится О Нас Больше Чем Мы Сами И Поэтому Человек Несправедлив К себе Когда Он Ослушается Аллаха Но Аллах Милостлив К нему Зная Что Он Будет Наказан Но Все равно Прощает Человека И Поэтому О О Мусульманин О Мусульманка Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля Слышит Твою Мольбу Твой Дуа Он Видит Твои Слезы Твое Огорчение Твои Трудности Твою Сложную Ситуацию Он Видит И знает И Когда Ты Поднимаешь К нему Свои Ладони Пустыми Слабыми Хрупкими И Говоришь О Аллах Я Нуждаюсь В Тебе Знаю Что Он Уже Рядом С Тобой Его Не Нужно Вымаливать Чтобы Он Обратил На Тебя Внимание Ведь Только Ты Поднял Руки К Нему Как Он Уже Рядом С Тобой И Если Ты Молишь Его О Помощи Защите Будь Уверен Он Ответил На Твою Мольбу Уже Но Если Ты О Нем Думаешь Что Он Не Слышит Тебя Он Не Отвечает На Твой Взов На Твою Мольбу Тогда Ты Плохо Думаешь О Нем И Тогда Ответ На Твой Дуа Может Задержаться И Поэтому Всепосланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васселям Сказал Всевышний Аллах Стесняется Раба Он Стыдится Его Который Поднимет Руки Отпустив Руки Аллах Не Ответит Ему Аллах Таков Аллах Говорит Моя Милость Опережает Мой Гнев Это Мы Люди Наш Гнев Опережает Нашу Милость И Поэтому Мы Черствые Холодные И Жесткие Но Аллах Говорит Моя Милость Опережает Мой Гнев Просите Аллаха Субханаху Ата'ала Прощения Поминайте Аллаха Днем И Вечером Поминайте Аллаха Про себя И Наяву И Поминайте Его Вслух Тогда Он Упомянет Вас И Просит Вам Ваши Грехи Каждый Из Нас Любит Аллаха Каждый Из Нас Любит Аллаха Но В этом Ли Заключается Цель Чтобы Мы Полюбили Аллаха Либо Настоящая Задача И Цель Чтобы Аллах Субханаху Ата'ала Полюбил Нас Да Именно В этом Задача Посланник Аллаха Салли Аллах Алейхи Ассалям Сообщил Что Всевышний Аллах Сказал Самое Лучшее И Самое Любимое Для Меня Чем Бы Смог Мой Раб Приближаться Ко Мне Это Являются Мои Фарды Мои Предписания Совершение Пяти Намазов Пост Месяц Рамаван Выплата Заката Оставление Харама Спиртного Прелюбодеяния Свинины Риба Это Фарт Лучшее Чем Может Ко Мне Мой Раб Приблизиться Это Именно Выполнение Фартов Когда Ты Ищешь Аллаха Ищешь Как же Приблизиться К Нему Не Нужно Собрать Деньги И бежать К имаму В мечеть И сказать Сделайте За меня Дуа Нет Остановись На секунду И посмотри Совершаешь ли Ты Намаз Одеваешь Ли Ты Хиджаб Выплачиваешь Ли Ты Закат Оставил Ли Ты Ростовщичество Употребление Спиртного Прелюбодеяние Оставил Ли Ты Это Все Если Да Тогда Тебе Совет Чуть Позже Но Если Ты Скажешь Нет Для Себя То Лучшее Что Ты Сможешь Сделать Для Себя В этот Момент Это Начать Совершать Намаз Начать Одевать Хиджаб Оставить Харам Прелюбодеяние Спиртное Употребление Свинины Ростовщичество Это Лучшее Что Ты Можешь Сделать Аллах Это Лучшее Чем Он Сможет Приблизиться Ко Мне Лучше Чем Сможет Это Средство И Поэтому Когда Ты Потерял Ту Связь С Аллах Начни Совершать Намаз И Ты Увидишь Как Ты Станешь Намного Ближе К Аллах Аллах Говорит И Он Не Перестанет Приближаться Ко Мне Дополнительными Добровольными Благими Деяниями На Вафе До тех пор Пока Я Его Не Полюблю Вот Это Совет Первому Который Считает Что Он Уже Или Который Ответил Себе Что Он Совершает Фарды Начни Совершать Навафель Не Делай Упущение В Них Старайся Не Пропускать Не Говори Это Сунна То Сунна Стала В нашем Понимании Это Неважно Или За Это Нет Греха Когда Сунна Станет Для Тебя Хоть Она И Добровольная Станет Для Тебя Важной Аллах Субханаху Ва Тааля Говорит Я Его Полюблю Если Я Его Полюблю То Я Стану Его Зрением Которое Он Видит Его Слухом Который Он Слышит Его Руками Которые Он Распростирает И Ногами Которыми Он Идет Это означает Аллах Будет Оберегать Слух Зрение Руки Ноги Человек От Харама От Вреда Которые Должны Были Навредить Телу Человека Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля Говорит Нет Ничего В чем Бы Я Мешкался Нежели Забрать Душу Человека В то Время Когда Он Не Желает Этого И Тем Самым Желает Навредить Тем Самым Навредить Ему Аллах Субханаху Ва Тааля Говорит Я Не Мешкаюсь Ни В чем Лишь Тогда Когда Мой Раб Еще Желает Жить Он Не Желает Смерти Но Я Забираю Его Жизнь Тем Самым Причиняя Ему Страданий Это Твой Господь Это Аллах Такой Сострадательный К тебе Ты Себя Так Не Пожалеешь И Не Будешь Жалеть Как Он Жалеет Тебя И Поэтому Думай Об Аллахе Только Благое Возвеличивай Аллаха В Своей Душе На Устах И В Своих Поступках Ведь Чем Больше Он Будет Величественней Для Тебя Тем Больше Преодоления Твоих Трудностей И Спытаний Будет Легче Для Тебя Ты Поднимешь Руки Скажешь О Аллах Помоги Мне О Аллах Ответь Аллах Ответь О Аллах Защити Аллах Защити И Поэтому В Хадисе В котором Аллах Говорит Я Его Полюблю Аллах Говорит Если Он Спросит Меня Чем Либо Я Дарую Ему Отвечу Если Он Попросит Меня Защиты Я Тут Ж Дам Ему Этого Аллах Великий Аллах Щедрый Аллах Говорит Взывайте К Аллаху Его Именами У Аллаха Множество Имен Которыми Он Описал Себя В Кур'ане Это Самые Совершенные Имена Их Смысл Очень Глубокий Познай Немного Аллаха Больше Познав Аллаха Ты сможешь Больше Привлизиться К Нему Лучше Думать О Нем И Никогда Не допустишь Себе Дурных Мыслей О Твоем Господе Ведь Это Губит Твое Сердце И Отдаляет Тебя От Аллаха Просите Аллаха Прощения Ведь Он Прощающий Милосердный Прощение Продолжение следует...